МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тот высокий результат, который вы добились, я понимаю, что в кушке очень сложно выбирать. Потому что сам спортсмен, когда спортсмен на голову лучше, ребята мастерствуют, наверное, это очень сложно. Но со всеми остальными соперниками вы разобрались достойно. И я сам лично присутствовал на полуфинальных играх и видел ту степень самоотдачи, которая, наверное, является некой висительной карточкой нашей команды. Игрокам команды, а также тренерам и всем, кто внес вклад в достижение столь высокого результата, вручили благодарственные письма Министерства спорта Омской области. В свою очередь в подарок от баскетболисток Дмитрий Крикорьянц получил серебряную медаль чемпионата страны. Разумеется, призовое место на России стало для омских баскетболисток триумфальным завершением сезона. Впрочем, для воспитанниц Елены Лазуткиной это уже четвертое серебро подряд в рамках Суперлиги. Такой показатель не только рекорд турнира, но и доказательство стабильности баскетбольного нефтяника. Были задачи, естественно, войти в финалисты, чтобы получить медали, все хотели. Больше, конечно, у нас команда такая на сибирском характере вытащили, так сказать. Особо важная такая игра была, это с Ростовом, естественно, отдали все силы, все эмоции. И, так сказать, маленечко уже, может быть, не хватило тех эмоций и сил, чтобы, конечно, сыграть с Курском за первое место. Это, так сказать, рвок, такой толчок, чтобы в дальнейшем на следующий год еще завоевать медали. Я думаю, что девчонкам это, ну, как бы радостно и приятно, особенно те, кто, ну, как бы для Елены Ёлгиной, там, Алены Базинской, которые вот четыре сезона являются призерами чемпионата. И, конечно, им приятно получить грамоту и ту же розу от министерства. То есть мы понимаем, что наша команда что-то значит для нашего региона. После официальной части разговор продолжился за чашкой чая. Собравшиеся обсудили насущный вопрос об игровом зале, который стал бы их спортивным домом на постоянной основе. Министр заверил, что работа в этом направлении ведется активно. И в перспективе есть несколько залов, где нефтяник сможет поселиться на долгие годы. Было очень приятно за те слова, которые нам были сказаны, за грамоты, за цветочки, которые нам поздравили, чай пить и устроили. Очень приятно было и, как бы, морально поддерживают, да, естественно. Ну, а сейчас девушки вовсю готовятся к следующему сезону, чтобы в 2018 году завоевать юбилейную пятую по счету медаль и желательно сменить серебро на золото. Субтитры создавал DimaTorzok